И снова здравствуйте, дорогие зрители! С вами я, Алексей, вы смотрите YouTube-канал Парадил. И мы сейчас будем продолжать играть во всем известную игру. Блин, надо побыстрее отхватить тот замок и пойти следующий замок отхватывать. Это геморрой, какой же геморрой. Эти компы, они меня бесят, они постоянно бегают, бегают, чтоб вы сдохли. Долбаные компяры. Вот эта прогулка реально не работает. Без ограничений, то есть по идее... Я должен дальше бегать. Хотя этот тип местности, в принципе, так и не ограничивает. Вот в болоте эта штука должна покруче работать. Так, берем, естественно, вот это вот. Бегуну, оно нужно. Угу, благородская тактика, нет. Это мы не берем. Так, тут, значит, берем еще разведчик. И сюда бежим. Нужно еще эту фигню захватить. И ты тоже бежишь. Нет, сюда ты не бежишь, значит. Как раз там такая беда. Ой, два циклопа. Ну, если сюда придут, конечно, будет туго. Но я думаю, не придут. Немного циклопов. Ну, окей, сойдет для нас-то. Семь этих чуваков. Ну, кто тут у нас ответку не будет давать? Во, вот это хорошо. Хороший удар. У тебя есть магия природы. И защита от резистка магии. Поэтому лучше стрелять в этих чуваков. Пусть они хоть что делают, но мне плевать. Блин, реально. Тут мы проигрываем. Блин, он реально неуязвимый просто этот герой. Как вот его убить? У меня так и мана закончится, а я его так и не убью. Так. О! О! Магия все-таки пробивается. Он, видимо, он вкачивал больше ратное дело, чем магию. Все. Учниц всех убили. Так уже лучше. Так. Это мы разбомбили. Ммм. Теперь. Он убрался отсюда. Что прикольно. Но я лучше вот этих вот... Единорогов поубиваю. А здесь я лучше еще на спауне водяных элементалей. Так. Огров не трогаем. Ты, значит, бьешь берсерков, наверное? Хотя хз. Давайте героя бейте. А вот что и выйдет. Так. Убили. А ты давай. Да! Вот это вы видели, какой урон. Просто красава. 31 водный элементал. Так. Пьем, значит. Стой. Есть у нас перемещение. Ха-ха-ха. Прямо посередине, чтоб был. Так. Так. Ну, давай еще немножко. Э-э-э. Витрош. Е-э-э. Хорошо, что они еще сагрились на призванных существ И видите, у нашего героя маны просто огромнейшее количество Этой девке мы, естественно, атаку качаем Ооо, сколько артефактов Неудивительно, что так трудно было ее убить У нее там куча артефактов просто было Так Берем, значит, огров, остальное оставляем Ну и И, и, и Циклопы у нас есть, все есть Что нам еще остается Теперь мы можем быстрее бегать Благодаря вот этому герою Белунку У которого третьего уровня Полностью снимает штраф передвижения по незнакомой местности Сюда, конечно, можно еще прибежать Ну давайте Прибежим Что поделаешь Так, значит, ты берешь себе уровень Следопыт второго ранга Конечно же Бери еще сюда, иди Вот видите, как у компов удобно Они здесь взяли, сразу прокачались И пошли ко мне Не то, что у меня У меня неудобно совсем бегать Точнее, для меня Сейчас пойдем, собственно, компа выносить Ибо нефиг Так, сохранимся-ка На четверку Или еще на какую-то Йорку Давайте орден ей дадим Что? Золотые латы? Да ни в коем случае я этому герою не дам их Давайте лучше вот так вот распределим все это А, кстати, вот этих вот чуваков Чтобы они прикрывали гарпий Давайте раздвоим все равно Оно норм так получается Так, значит Вот этот арбалет Вот этот арбалет нужен нашей девке Определенно Чтобы... Стоп! Снимает штрафы, да? Оооооо Капец! Вот это Крутой арбалет Именно для силы Он очень крутой Хотя вот Молоток Не крутой Нифига Ааа Все, типа Мы не можем Ничего здесь узнать Странно Я думал Что сможем Мы что-то узнать Тут ты уже была, да? Я прав значит беги дальше так теперь здесь естественно нанимаем всяких гарпий еще кого-то авось пригодится главный свой замок я не хочу никому отдавать я не отдам его никому так смотрим тут нигде вроде бы зелененького нету всего лишь 2 уровня вор нужно его вкачать воры это наше все тем более у нас теперь два замка будет легче с ними так ну давайте кстати у него видите вот теперь колечко крутое это один из лучших артефактов вообще если так подумать немножко так следопыт вот следопыт слышно что он действует но как он действует непонятно потому что я не вижу его действия на деле ну по ресурсам у нас уже преимущество кое-какое есть так и сюда следопыт конечно же вообще вору скрытности бегунку именно герою скрытности первого уровня достаточно ну именно если он бегунок против противника если же на карте много ней трава то нужно в первую очередь скрытность качать это я такую вот народную мудрость вам рассказываю кстати можно сейчас еще сразу же попытаться туда огра еще одного вклинить пригодится он все равно тут уже все походили полностью ой ненавижу зеленых эти зеленые веганы как же я их ненавижу так стоп нет не буду я ради гарпии туда подходить сразу побежали вот сюда все равно как там мало бегает он очень мало здесь кстати вот этот зеленый что-то бегает бегает непонятно зачем он тут бегает я мы тут все ему по захватываем и узнает каково это такие забежали три вора все у него поворовали мы такие мы воры народ не брезгливый все-таки у хаоса лучший милишник герой немах я имею ввиду из всех так а ну-ка тут что у 17 грифонов это многовато нужно будет как-то не знаю вот тут два города вот этот мшисто древ его нужно захватить скорее всего так сюда значит побежали да мы его уже посещали ну и ладно ты значит куда бежишь ты бежишь вот сюда но перед этим я не знаю зачем ты будешь кастовать еще всякую ерундень вот эту потом вот эту традиционно и будешь надеяться что на парочку клеточек ну напади же на меня воин природы я тебя убью даже с такой армией капец у них армии вот это на новичке блин или на ученике на ученике вроде бы вот такие вот армии вот и подумайте как мне победить их откуда у них такие армии восстание варваров тупо на ой он побежал своей этой к своей крепости в крепости я его вот будут будет гораздо труднее победить чем вне крепости поэтому надеемся что он еще не в крепости так да не в крепости и давайте у нас нет выбора мы должны победить его именно сейчас если мы не победим его сейчас то то из крепости его будет гораздо труднее выкурить вы посмотрите сколько у него там войск даже просто трындец и лучше всего по вот этим долбан вот это урон вот это урон вот это мне нравится да блин кстати насчет этого еще я говорил типа что компания разорилась на этой игре но на самом деле компания 3do вообще вот это вот хрень и в частности new world computing она не разорилась на этой игре то есть герои 4 были прибыльной игрой и вообще они не были плохой игрой но дело в том что их издатель которые то есть вот это вот как раз 3do они свои приставки клепали разорились и потом они еще и накупили всяких компаний изготовлявших игры и тоже то есть какой-то человек вот этот вот который управлял этой компании его там помощники плохими были и вот именно собственно вина не на разработчиков героев в том что они разорились герои были очень даже хорошей игрой так значит что нам нужно нам нужны водяные элементали но тут у нас особо нету выбора кроме как и 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 чё за фигня хреново вообще так так во первых давайте этих убивать во вторых конечно же единорогов третьих вот этих четвертых этих не трогаем а больно же убей их я даже не знаю кого мне стрелять а а я в своих стрельнул зачем я это сделал ну блин нужно переигрывать нужно реально переигрывать давайте загрузим игру и переиграем неправильно нужно было первый ход как раз ой смотрите блин циклопики пожалуйста атакуйтесь атакуйте кого нибудь точнее если сказать анти анти магия ну анти магия это бред мне нужно убить вот этих вот всех я могу вот этих всех четверых убить но я лучше пожертвую и убью героиню э героиню вот так вот лучше так а блин что она и не убивает нет тогда все правильно на самом то деле тогда я правильно поступил как раз давайте вот этих единорогов мочить как так теперь с одного выстрела не убивает нифига капец герой мощный так ну кто то должен танковать давайте вот так вот этих элементалей замочим точнее не замочим а наоборот пойдем героя мочить так блин ну ее реально трудно замочить как бы ее так магией что ли мочить или чем так циклопол добиваем здесь тоже смотрим пожалуйста ну блин ну троих а троих нельзя ну тогда и этих разумеется так ну вы становитесь вот сюда чтобы циклопол прикрывать это определенно нужно сделать вводных элементалей давайте они будут у нас замедлять юнитов вот зыбучие пески зараза что то они не работают здесь во работают нормально так а мы в это время здесь где-то им преградим дорогу бамс отлично просто великолепно так ты этих убивай чуваков ты убивай вот этих чуваков угры угры подходят сюда эти их бафают пока что мы выигрываем по крайней мере как я могу судить давайте еще естественно воздушных элементалей для отвлечения так еще минус 1 вот этих вообще никак нельзя что ли замочить так на ней что антимагия да на ней антимагия блин антимагия это жопа да магия природы это сильная штука походу усталость на единорогов они еще и регенятся капец просто так ну вот хорошо вы там стали я смотрю просто замечательно стали снятие чар с этих ух сколько здесь чар давайте снимем что ли да сняли все чары ну не знаю это может менее эффективно чем призвать было бы кого-то так ну так так ну все с этими мы разобрались но мне вообще плевать теперь на все это так вот вот это я понимаю вот это все обойте же ее Убейте, сволочь, такую. На кого она это направляет постоянно? А, на циклопов, что ли? Ну да, это эффективно. Возможно. Возможно и нет. Так. Всё, убили, наконец-то, героя. Теперь будет легче. Теперь будет значительно легче. Естественно, водяных элементарий. Вот видите, бесконечный запас маны. Он именно в этих миссиях рулит. Ну или почти бесконечный. Очень большой, я бы сказал, запас маны. Вот. Так, значит, теперь сюда. Теперь этого добиваем. И всё. Мы вынесли довольно-таки приличную армию противника. Конечно же, следопыток. Конечно же, разведчика. Ты, значит, атаку. Лидерство. Стоп. Это я победил, да? То есть, мне нужно было просто её победить, эту эрадону. Да? Блин, так мне не нужно было всех города захватывать. Быстро мы прошли. Я даже не ожидал такого. Эээ, а где озвучка? Деонар, повелитель магии порядка, обитает в заснеженных землях к востоку от Фиорда Суарта. Боб должен одолеть его, чтобы получить шляпу архимага и продолжить свой поход. Да. Ну, ботинки очень хорошие, я хочу вам сказать. Правда, все остальные артефакты, которые у этой друидессы эрадоны были, мы уже не увидим. Потому что, когда мы взяли ботинки, мы взяли их, а они не переходят с нами. Ну, то есть, не переходят к следующей миссии. Так, в своем стремлении победить Деонара, волшебника порядка, Боб и Виолетта достигли земель, прилегающий к Фиорду Суарта. В то же время, им необходимо покончить с мятежом Гурта, Орда, Клана, Могучего, Варварского Воителя. То есть, опять, только теперь у нас мы будем воевать с варварами и с этими, и с порядком. Это будет жопа. Архимаг Боб, да, это мы знаем. И давайте же начнем. Наверняка нам сейчас скажут что-то читать. Мы с... Ой, теперь мы играем за природу. Теперь мы сможем заклинания природы более детально изучить, благодаря тому, что у нас есть замки природы. Мы с Виолеттой добрались до изморозного леса, что близ Фиорда Суарта, дома Деонара, повелителя магии порядка. К северу отсюда, лорд Клана Гурт, искусный воин Варвар, поднял восстание против власти Виолетты. Что ж она за властитель такой, что постоянно против нее восстание поднимают? Он стоит на моем пути к Деонару, и с ним предстоит покончить в первую очередь. Сейчас Деонар уже, наверное, знает о моем прибытии и ждет меня. Я уверен, что одолеть его будет не так просто, как Эрадонну. И на этом мы, пожалуй, закончим серию. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. Всем пока-пока!